Hello everyone! Welcome to our course grade 10, United Mass Media. Lesson 5. Interviews. Today we're going to speak about reported speech, questions. Итак, перед тем, как мы с вами начнем работу с вопросительными предложениями перевод из прямой речи в косвенную, давайте же с вами вспомним, какой же алгоритм работы при переводе из прямой речи в косвенную должны мы соблюдать. В первую очередь мы с вами смотрим на тип предложения, затем смотрим на сказуемое в главном предложении. Если сказуемое выражено настоящим либо будущим временем, то время в предаточном не изменяется. Однако, если сказуемое выражено прошедшим временем, то время в предаточном изменится. В следующем мы обращаем внимание на личные притяжательные местоимения и изменяем их по смыслу. В следующем смотрим, есть ли в предложение лицо, к которому говорят, либо обращение, и делаем соответствующие изменения. Обращаем внимание на наречия места и времени. Изменяем их по смыслу. Косвенная речь. Вопросительное предложение. При передаче чьих-либо вопросов в косвенной речи образуется сложно подчиненное повествовательное предложение. То есть, вопросительный порядок слов меняется напрямую. Предложение становится повествовательным. Например, При переводе вопросительных предложений из прямой речи в косвенную, вспомогательные глаголы do, does, did не нужны. Например, Сегодня мы с вами рассмотрим перевод из прямой речи в косвенную общих вопросов и специальных вопросов. Давайте же для начала вспомним, что такое общий вопрос. Общий вопрос это тип вопроса, который требует краткого ответа. И чаще всего такие вопросы начинаются do, does, did с глагола to be в формах am, is, are, was, либо where. Have, has, had, will, would с модальных глаголов. Мы должны помнить о том, что при передаче в косвенной речи специальный вопрос соединяется с главным предложением словами if, либо whether. Но чаще всего, конечно, мы используем if. Например, He said, do you like apples? He asked, if I liked apples. He asked whether I like apples. Все остальные изменения при переводе из прямой речи в косвенную в вопросительных предложениях такие же, как и в повествовательном предложении. В первую очередь обращаем внимание на время, в котором стоит сказуемое главным предложением. Специальные вопросы. Специальные вопросы – это такой тип вопросов, который начинается с вопросительного слова и требует полного ответа. Обычно начинается с вопросительных слов. Например, What, where, when, why, how, whose, which, who with, how much, how many, how long. И так далее. При передаче в косвенной речи специальный вопрос соединяется с главным предложением, тем же вопросительным словом, с которого начинается вопрос. Например, He asked, where did she live? He asked, where she lived. Обратите внимание, что все остальные изменения такие же, как в восповествовательном предложении. Давайте еще обратим внимание на то, что если в главном предложении используется глагол say, то при переводе из прямой речи в косвенную мы его заменим на ask, либо asked. Кроме ask, либо ask, в главном предложении могут использоваться такие глаголы, как Want to know, wanted to know, wonder, wanted. It is interesting to know. It was interesting to know. Итак, давайте рассмотрим с вами несколько примеров перевода предложений из прямой речи в косвенную. Общие вопросы. Обратите, пожалуйста, внимание, в данных примерах все глаголы в главном предложении выражены прошедшим временем. Поэтому мы обязательно будем менять время. И также у нас есть обращение. То есть везде в предаточном предложении у нас you заменится на I. То есть он спросил у меня, делаю ли я что-то? Делал ли я что-то? И давайте просмотрим примеры. Первое предложение. He asked me, do you speak English? Он спросил меня, ты говоришь на английском? При переводе из прямой речи в косвенную, даже на русском языке, мы получим такой вопрос. Он спросит меня, говорю ли я на английском. И такое же соответствие мы получим. He asked me if I spoke English. Present continuous. Перейдет у нас в past continuous. Поэтому предложение будет звучать так. He asked me, are you reading? He asked me if I was reading. Present perfect у нас перейдет в past perfect. He asked me, have you written the article? He asked me if I had written the article. Past simple. Перейдет в past perfect. He asked me, did you go to the theater? He asked me if I had gone to the theater. Past continuous. Перейдет в past perfect continuous. He asked me, where are you reading? He asked me if I had been reading. Future simple. Перейдет в future in the past. He asked me, will you go to the theater? He asked me if I would go to the theater. Пожалуйста, обратите внимание, как мы говорили, do, did, в косвенной речи исчезли из предложения. Итак, давайте рассмотрим несколько примеров перевода специальных вопросов из прямой речи в косвенную. Например, he asked me, who has you come with? В данном случае глагол в главном предложении стоит в прошедшем времени, поэтому в предаточном предложении у нас изменится время. И мы обращаем внимание на личное местоимение и помним о том, что в вопросительном предложении порядок слов меняется на прямой. И так как у нас специальный вопрос, то у нас предаточное предложение будет вводиться с того же вопросительного слова, с чего начинается вопрос. В данном случае это who. И что у нас получится? He asked me who I had come with. Второй вопрос. He asked when did you see him? То же самое, сказуемое в главном предложении стоит в прошедшем времени, изменяем время. В данном случае у нас past simple, то есть он поменяется на past perfect. Вопросительное слово у нас стоит when, значит мы его будем использовать и при переводе в косвенную речь. И личное местоимение you поменяется на I, так как вопрос адресован лично нам. Итак, he asked when did you see him? He asked when I had seen him. Следующий вопрос. He asked me why have you come so late? То же самое. Сказуемое в главном предложении стоит в прошедшем времени. Здесь у нас есть адресация, либо обращение, то есть он спросил меня. Поэтому you мы поменяем на I. У нас в вопрос вводится слово why, то есть мы будем его использовать и в предаточном предложении при переводе из прямой речи в косвенную. И у нас present perfect поменяется на past perfect. Что у нас получится? He asked me why have you come so late? Косвенная речь. He asked me why I had come so late. Следующее предложение. I asked him how long will it take you to get there? Тот же самый получается способ перевода. У нас стоит сказуемое в главном предложении в прошедшем времени. И видите, здесь идет обращение к нему. Him. Поэтому получится следующее изменение. I asked him how long it would take him to get there. Следующее предложение. He asked me where were you yesterday? Он спросил меня, где ты был вчера. При переводе из прямой речи в косвенную у нас получится вопрос звучать будет так. He asked me where I had been the day before. В данном случае мы обращаем внимание не только на видовременную форму, не только на личное местоимение, но и на наречие места и времени. Yesterday перешло на the day before. Следующий пример. He asked me where do you live? Тут у нас вопрос простой. У нас только меняется порядок слов, личное местоимение и видовременная форма. He asked me where I lived. So, ok. Today we have learned with you how to transform questions into reported speech. Please, do some exercises. They are, as usual, below this video. And to your best. So, have a nice day. And see you next time. Bye. Bye. Продолжение следует...